Азербайджанцы стесняются своего прошлого, отнекиваются от своих предков, но при этом при удобном случае пытаются клясться в братстве со всеми тюрками евразийского пространства. Заметили, кстати? Например, ни казахи, ни кыргызы, ни башкиры, ни туркмены и прочие тюркские народы не чураются того, что стоя более лет назад, а частично и сегодня, их соотечественники вели кочевой образ жизни. Казахи с гордостью рассказывают, как их предки покоряли просторы Алтая, Ишимскую степь, Тургайская плата. Кыргызы достигли Тяньшани, преодолев тысячи километров пути из Енисея. И все это их кочевые предки. Также и предки современных азербайджанцев, Огузы, сформировавшиеся на территории современного западного Казахстана, на полуострове Мангестау или Мангышлаг, двинулись на юг, разбились на племена Афшар, Баят, Баяндур, на территории современного Туркменистана, а далее двинулись еще южнее, в Персию и Закавказье. Даже турки, сформировавшие позже империю Осман, не чураются своего прошлого. И, кстати говоря, в 40 километрах от Еревана, у подножия Арарата, есть в Турции город Игдыр. Это старинный, в прошлом, армянский город Сурбмари, а еще ранее он назывался Цулакерт. Родина десятков видных армянских деятелей, в том числе всемирно известного фокусника Арутюна Акапяна. Так вот, Сурбмари, который нынче Игдыр, и заселен этническими азербайджанцами, и назван ими Игдыром. Назван в честь своих кочевых предков Игдыров. Об этом, об этих племенах написано в литературах как Востока, так и Запада. Не нужно стыдиться и того, что еще каких-то сто лет назад предки современных азербайджанцев кочевали от Каспия до Араратской долины. К примеру, племена, населявшие Южный Дагестан, назывались Терекемены. Терекемены это и есть туркмены, только на дореволюционный русский манер. А в Иране так и вовсе этнические азербайджанцы шахсавены до сих пор кочуют. Эти же шахсавены осели севернее Аракса вдоль границ с Ираном благодаря советской власти. Также осели Айрумы, Карапапахи, Офшары. Думаю, стыдятся они из-за вот этих комплексов каких-то. Ведь в Азербайджане внедрена армянофобия. Ну, представьте себе, признание своего кочевого прошлого еще сто лет назад, это признание того, что только в 15 веке их предки прибыли в Закавказе, за зелеными лугами Мугани, Мугани, Курар-Аксинской низменности, Араратской долины и Сивана. Все равно, что это признать себя аутсайдером в регионе, иными от армян и грузин, у которых своя историография автохтонов, свои письменные древние источники, своя письменность, свои тысячелетние история проживания в этом регионе, в Закавказе. Этого стыдятся всего и вот азербайджанцы, как я говорил, и не только стыдятся, но и боятся. Ведь такое признание априори отделяет их не только от Карабаха, но и самого сегодняшнего Азербайджана. Я уж не говорю о храмах, о которых азербайджанцы приписывают и которые возникли до них. А зря. Мы бы вас любили всякими, если бы не впитанная в ваших умах армянофобия. И ведь любили же когда-то, даже браки были, и вы любили. Кстати говоря, армян вы считали самым близким народом в годы советской власти. К русским, грузинам отношение было индифферентным, а иранцев и турок особо и не знали из-за железного занавеса. Теперь о том, что писали еще совсем недарвно историографы, историографы, словари, справочники, изданные в 19 веке. Я намеренно не беру времена ранее, так как тогда о вас вовсе ничего толком не писали ни ученые, ни поэты там вроде Пушкина, Лермонтова и прочих. Есенин вон в 20 веке, в начале 20 века бывал в Азербайджане, и то вас не приметил, ни строчки не оставил, где бы было написано про Азербайджан или азербайджанцев. Кстати говоря, хотел бы сказать, что не все азербайджанцы современные отнекиваются от кочевого прошлого. Вот, например, недавно ведущая программа здоровья или как там сейчас жить здорово Елена Малышева побывала в Баку и рассказала любопытную такую вещь. Там всюду продаются самовары и азербайджанцы уверены, что самовар придумали именно азербайджанцы. И говорят, это, мол, тюркский национальный такой продукт. И еще уверяет ее якобы, ну, сами подумайте, зачем оседлым народом самовар? Это кочевые народы придумали самовар, чтобы таскать за собой чай. Чуждо и только. А откуда же кочевые народы чай-то брали? Чай-то вообще-то не по пути, не от лошадиного или овечьего говна растет. Чай растет на одном и том же месте, его выращивать нужно, туда нужно много труда вкладывать. Вон, спросите у тех, кто выращивает нынче азер-чай, посмотрите, могут ли они сегодня в одном месте вырастить, завтра в другом месте вырастить, а чай будет вот так вот за ними ходить, как тот самовар. Ну, ладно, это как бы, скажем, лирика, да, о том, что раньше 19 века не было бы смысла чего-то там искать и концентрировать какое-то внимание. На этот раз я бы хотел бы остановиться на известном научном труде 19 века это многотомник немецкого ученого этнографа, географа и путешественника профессора географии Вильгельма Зиверса, который издал несколько томов, они, эти несколько томов были подразделены на названия Америка, Африка, Азия, и в 1890 году в Санкт-Петербурге было переведено на русский язык и издано 86 томов работы Зиверса. А в том Азия много чего об Армении, даже о населении Шуши, о том, где начинается и где кончается Армения, в частности по реке Кура. Об армянах много любопытного, грузинах, персах много любопытного, и только вот о татарах, тюрках, нынче именуемых азербайджанцами, ну, немного есть, но пишется именно о татарах, тюрках, понимаете, вот такие вот дела. Кстати, Зиверс четко разделяет границы Азербайджаном, он называет территорию южнее Аракса, а то, что ныне именуется страной Азербайджан, Зиверс называет частью Армении и Кавказа, в частности, о татарах, ну, азербайджанцах. Зиверс пишет следующее. Значительную составную часть населения Кавказа и Азербайджана образуют татары. Численность их в пределах русской Армении доходит уже до свыше 300 тысяч человек. Грубость их усиливается по мере того, что чем выше на горах они живут, представители одного из наиболее крупных племен этих являются Шахсевены, то есть любящие Шаха, живущие на русско-персидской границе. В течение 300 лет они живут вблизи вершины горы Савилана, зимой же в Муганской степи около устьев реки Кура. Иначе говоря, Зиверс четко определил их кочевой образ жизни и главное назвал цифру 300. 300 лет живут здесь, учитывая, что он писал в 19 веке, вот и считайте, когда они там появились. Кстати, довожу до вашего сведения, что часть Шахсевенов позже формировались в азербайджанский народ в 20 веке, другая часть до сих пор кочует по просторам Ирана. Далее Зиверс пишет, татары эти занимаются разведением крупного рогатого скота, овец и верблюдов и считаются людьми ненадежными, вероломными, вороватыми и нечистоплотными. Но в защиту предков азербайджанцев скажу, что немецкий ученый-этнограф с позиции европейца смотрел на это кочевое племя, которое априори не могло быть опрятным из-за передвижения, постоянного передвижения и вероломными и вороватыми из-за опять же передвижения на новые угодья. Ведь он не знал, что через 150 лет потомки эти вероломных и неопрятных воров станут претендовать на земли оседлых армян, грузин, лезгин и талышей. Да и на весь Иран, что уж там. Что говорит об армянах Зиверс? Умственное развитие армян весьма высоко и их успехи в школьном деле довольно значительны. Армяне обладают литературой и говорят на языке, который распадается на мертвый древнеармянский язык и на четыре живых новоармянских наречия. Как вы понимаете, не Турция, а именно Россия, Советский Союз, соткал из татаро-тюркских племен Закавказья новую нацию азербайджанцы. Одарил их не только персидскими поэтами и героями, достаточно было им только родиться на территории этого закавказского государства, этим самым персидским поэтом, чтобы их сразу же азербайджанизировали, но и из татар или татарских турок сделали потом азербайджанцами все эти племена и племена и вот эти персидские народы. Сами же татары не ожидали. Буквально за одну ночь они стали азербайджанцами и стали учиться грамоте в 30-х годах 20-го века. По всему новоиспеченному Азербайджану стали открываться школы армяне, русские, евреи стали обучать их грамоте, садить за парты вполне этих самых взрослых людей. По всей республике вывешивали вот такие вот плакаты, превращая Азербайджан и в эту самую сплошную грамотную республику. Стали открываться театры на национальном языке. Герб, кстати, Азербайджанской СССР создан армянином Рубеном Шияном, а Арцах Карабах, который стал далее именоваться, хоть и был передан Азербайджану, но продукция карабахская была исключительно подписана на армянском и русском языках, а не азербайджанском. Так что не нужно стесняться, если или там бояться своего кочевого прошлого и присваивать чужое. А если уж врете, то не позарьтесь на культуру и историю тех народов, которые жили, живут и будут жить на этих самых землях. Хотите вы этого или нет, вы можете обмануть своих ребятишек, которым вы уже там голову напудрили, азербайджанских ребятишек своей этой псевдоистории. Но вы не обманете всю мировую науку, чьи представители знакомы с историей армян на протяжении тысячелетий и оставили письменные свидетельства не армяне, а эти самые представители других народов издревле оставили письменные свидетельства об Армении, об армянах, об армянском языке, именно в том регионе, где армяне жили, живут и будут жить назло вам. Продолжение следует...